Совсем скоро красноярцы получат коммунальные платежки за октябрь. Какую сумму мы там увидим, учитывая, что теперь за тепло платим по факту. Расскажем в следующем сюжете. Те дома, в которых есть общедомовый прибор учета, будут платить не исходя из месячной платы за прошлый год, а исходя из того, сколько намотает счетик за отопление. В доме Дмитрия прибор учета тепловой энергии есть. Чтобы понять, как новая система расчета ударит по карману, он взял данные за прошлый год и проанализировал, сколько бы заплатил при новом расчете. В октябре мы заплатили бы чуть больше тысячи, в ноябре в районе полутора тысяч, в декабре-январе уже 4-5 тысяч рублей. Зато летом за отопление мы не будем платить совсем. Также не будут платить и жители домов, где приборы учета не установлены. Но у них не будет учитываться сезонный коэффициент, который раньше применялся при учислениях. А значит, теперь счета за отопление увеличатся почти на 30%. Люди, живущие в таких домах, обратили внимание, что заплатили больше, чем заплатили соседей, которые живут в доме, оборудованном прибором учета. Ну, на самом деле так и есть, потому что норматив выше, чем фактическое потребление, тем более фактическое потребление в сентябре. Оплату пересчитают, получившуюся разницу вернут в первом квартале следующего года. Что же касается жильцов, в чьих домах установлен прибор учета тепловой энергии, то в сибирской генерирующей компании уже посчитали, сколько им придется заплатить за октябрь. В этот месяц, да, то есть показания полный месяц прошли, показания сняли с приборов учета, уже управляющие компании нам передали их, соответственно, начисление произвелось. Если анализировать, сколько составляет плата на сегодняшний день, то двухкомнатная квартира 50 квадратов получит в диапазоне от 900 рублей до 1300. Сумма оплаты за отопление зависит в первую очередь от погодных условий. Если в октябре платежи будут еще привычные, то в ноябре похолодает, и стоит ожидать значительного увеличения суммы в платежке. Наталья Архипова, Илья Сенкевич, 7 канал.